Ух ты, я слышу, кажись, золотого, на! Лови плорт! Плорт, лови, плорт, лови! Есть! Весь инвентарь у меня в этих плортах. 50, 50, 50 и 47 воды. Но, вот эти вот плортики я продавать не буду. Так как они нам понадобятся для всяких штучек в лаборатории. Но об этом потом, потому что я сам не знаю, что там и да как там. Разберёмся по ходу дела. Ой-ой-ой, ты чё, ты чё? Взял и разломался. Видимо, там кто наблюдает за этим. Решил изменить свои цены. Потому что понял то, что плортов у меня очень много. Я всё равно их продам, и у меня будет куча денег. Куча! Да их сейчас уже куча, хотя я продал только половину. Ну вот и всё, на лабораторию мне хватает уже целых 18 тысяч нюваксов. А ну, об этом мы поговорим немного попозже. Сейчас я уже вам говорил, надо позаботиться о тех слаймах, которые у нас очень далеко отсюда находятся. А ещё модернизировать их за гонщик. Курица, иди, покорми их, а то они сейчас возбудятся и убьют меня. Куплю оставшиеся улучшения. И всё. Как красиво выглядит плорт. Вы видели, чё это сейчас было? Ну ладно, какая разница? Главное, что они едят. Вот вам ещё фруктов покушайте. Никто из вас фрукты не ест. Овощи и мясо. Блин. Ну извините, я не хотел так делать. А теперь надо посмотреть в слаймопеде и узнать, что им вообще нравится. Чтоб кормить их этим. Пастернак серебристый. Это что-то очень странное, что находится в стеклянной пустыне. Давайте я пока что куплю обыкновенный участок земли. И куплю ему все улучшения. И посажу сюда морковку. Это на время. Потом я заменю её чем-нибудь другим. Когда найду, чем заменить. Скоро у вас будет очень много еды. Только, пожалуйста, не возмущайтесь. А кстати, про этот телепортер. Я его только сейчас заметил. Он ведёт на другую ферму. Ферму Гобсона. Вроде его так зовут. Ну того толстячка, короче. Который всё время предлагает нам сделки, но мы от них отказываемся. Но сегодня надо принять хотя бы одну сделку от него. Да, Гобсон? Да, блин, нет. Виктор Хамфрис. Ну давай я тебя возьму. Если возможно, достань всё это для моих будущих исследований. Такс. Вот он. Я здесь, кстати, ещё ни разу не был. Я вообще ни разу под водой не мягил. Вот так. Шесть штучек. Теперь всё хорошо. Ух ты, я слышу, кажись, золотого. На! Лови плорт. Плорт, лови, плорт, лови. Есть! Серьёзно. Наконец-таки, золотой плорт. Вот он. Золотой слайм. Новая статья в слаймопедии. Пан или пропал, разводя слаймов. Наконец-таки. Сколько прошло времени. Теперь он у меня есть. Золотой плорт. Такс. Что про него вообще написано? У меня всего лишь один вид слайма не открыт. Это, наверное, как раз-таки тот, который у Гобсона живёт. Еда. Эксклюзив. То есть, тебе только эксклюзив нравится, да? А любимая еда отсутствует. Ну, в общем-то, там ничего не написано. Разве что то, что его нельзя взять к себе в инвентарь. А ещё его нельзя разводить. К сожалению, его не развести. Он слишком умный для этого. Итак, вот мы и дома. Но продавать я тебе точно не буду. Я знаю, что ты можешь поднять свою цену до тысячи. Так что я буду выжидать. А пока я выжидаю, я куплю для тебя специальный склад. Но перед этим надо дать нашей тётеньке слаймов. Вот и всё. Обмен наспех. Вот. Силос с собой не заберёшь. Так что оставь в хранилище. Вот. Специально для тебя я купил этот силос. Ты будешь здесь. Золотой плорт. Ну а теперь погнали покупать лабораторию. Она мне позволит начать карьеру нелицензионного слаймолога-любителя. Слаймонаука. Это вторая часть игры. Даже так можно сказать. Ладно, будем разбираться по чуть-чуть. Время засучить рукава. То есть, вот это у нас эскизы. И мы их должны покупать. Давайте сразу купим розовый телепорт. Нам теперь надо зайти сюда. И здесь мы можем посмотреть, сколько у нас здесь плортов валяется. Получается, нам надо войти сюда. Розовый телепорт. Гекс Асота. Странный бриллиант. Глубинный соляной раствор. Ааа, сложно. Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Давайте что-нибудь простое. Возьму и сделаю бур для начинающих. И всё. Он же для начинающих. Для таких, как я. Для этого надо 10 розовых плортов, 6 скалистых плортов и 3 радиоактивных. Легко. Ой, нам кто-то звонит. Нет, давайте сделаем перерыв. Опа. Огден Ортис. Оп, извини. Он мне откроет портал. Я серьёзно влип. Что такое? Ну, это будет очень просто. Но перед этим я хочу пойти и занести теплорт. А то меня звёздочка уже это запарила. Оно мигает и мигает. Так, штука, принимай. Готово. Теперь у нас здесь 18 скалистых, 26 розовых и так далее. Блин, лапочка, уйди отсюда. Кыш. Вот. Строительный магазин. Ах, ну ладно. Новая звёздочка. Но мы разберёмся с ней попозже. Мне перед этим надо с толстячком повзаимодействовать. Ну вот и всё. Я принёс последний фрукт. Держи. В общем-то, вознаграждение мне твоё неинтересно. Ой, мне письмо написал. Круто. Наверное, уже готов открывать мне мой портал после одной удачной сделки. Легко и просто. Так, заходим. И он нам пишет. Сотрудничество. Видали, какое я, да? Похоже. Ты завоевала себе доброе имя. Поэтому позволь мне сразу перейти к делу. Я хочу подкинуть тебе дополнительный заработок на стороне. Уза получил большой участок земли недалеко от своей фермы, через которую можно попасть в местность, называемой дебрями. Земля примитивных, диких и опасных слаймов. А также и место обитания вкусного, редкого фрукта кукодобы, который я обожаю. Надеюсь, увидеть тебя там. Исмайл. Ох, уже ночь наступила, пока я тут читал. Ну, конечно, ты меня надеешься увидеть, но у меня лаборатория, хватит, всё. Погнали в лабораторию. Я хочу сделать бур для начинающих. Я же должен показать свою гениальность, что я хотя бы на бур для начинающих способен. Вот. Изготовить. Вперёд. К науке. Экс, что теперь надо сделать? Фабрикатор. Ну да, я только что сделал на фабрикаторе штуку. А теперь расскажите, как мне эту штуку поставить. Режим устройств. Буква Т. Ох ты ж. Мы его можем в любое место поставить. Ну окей, давайте и сюда поставим, почему бы и нет. Устанавливаем. Ух ты. Это чудо работает. Целых 11 минут оно будет работать. Так, пойдём домой поспим. У нас тут значок дома даже появился почему-то. Ой, мне кто-то почту написал. Ответ, эээ, фургон? Кейси. Да всё, Кейси, Кейси вообще не надо читать. Она какая-то плохая. Взломщик закровищ. Позволяет тебе обходить замки на простейших сокровищницах. Пипец, какая насыщенная серия-то у нас получается. Ой, одна минута осталась до того, как он закончит бурить. Ладно, нам открылся взломщик закровищниц. Так-так-так-так-так-так, идём сюда и покупаем его. Вот он. И ещё можно сердечный блок МК-2 купить. Ой, 4500. Вот, нифига себе ты, дорогой. Ну ладно, почему бы и нет. Теперь я хочу пойти по-быстрому открыть эти закровищницы. Ура, наконец-таки. Так, для этого нам надо забраться вот сюда. Ждём, пока у нас восполнится наш ранец. Ну а теперь, для таких знатоков, которые знают, где находятся эти закровищницы, вы можете писать об этом в комментариях. И тогда вы попадёте в видео. Ой, а там что-то тоже есть. Слушайте, может, туда попробовать долететь? Так, только перед этим надо взломать закровищницу. Мы это сделали! Ух ты! Эскиз. А, так это эскизы добавляют. Кубковый кустарник. О, я не буду ничего с этим делать. Просто прилечу вот сюда. Ну, круто, что сказать. И тут у нас, конечно же, будет закровищница. И я не ошибся. Она реально здесь. Требуется более продвинутое устройство для взлома закровищницы. Ну, понятно всё с вами. Ух ты! Что я здесь ни разу не был? Это пипец за самая редкая закровищница. Ладно, нам уже обратно только если вот так идти. О, реально портал открылся. Влетаем! И здесь у нас... Это чей-то домик. Убежище Огдена. Где прятаться после бегства. Вау, смотрите, какая у него крутая фирма. Почему у меня не такая? Тут ещё какие-то территории. Офигеть, а на карте это где? Эм, это вопрос. Понимаете? То есть неизвестно, где это находится. Зато показан, где бур. Музыка, кстати, новая заиграла. Ах, ты ж Огден, маленький негодник. Я чуть не упала за тебя. Видите, они, оказывается, тут... Можно сквозь них провалиться. Тут у него специальный продвинутый автомат с бочками и с FNZ. Офигеть. Так, ладно, давайте выполним его задание. Я построил это место для отдыха несколько лет назад. Потом я понял, что оно находится по соседству с группой островов, населённых саблезубыми слаймами. Ух ты ж. Вот этот последний вид слаймов. Это что у тебя за эмоция такая? Я назвал эти острова дебрями. И после их разведки открыл их настоящий секрет. Редкий фрукт кукодобу. Короче, я стал зависим от кукодобы. Но я тут же поймал себя на мысли, что я уже слишком стар и медлителен, чтобы рисковать. И здесь в дело вступаешь ты. Ну, конечно же. Почему нет? Почему меня нельзя эксплуатировать? Правильно. Я активировал у себя в убежище телепорт в дебре. И ты им можешь пользоваться. Когда пожелаешь. Только имей в виду, эта телепортационная связь немного глючит. Так, это мне уже не нравится. Мало того, что мы можем потеряться там, так еще и телепорт нас сможет не телепортнуть. Что это такое? Блин, как игра усложнилась. Это, наверное, и есть кукодоба, да? Так, он что-то сказал очень важное, но я прокликал и пропустил. А где проход в эти дебри-то? А, вон там активирован портал. Серьезно, а я не заметил. Уча 75 его, понимаете? Это, это пипец. Зависимый. Ой, дебри. Слушайте, тут сразу экшен начинается. Тут злые эти. О, тихо, 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 тихо. Портал больше не работает. Все, оливаем отсюда быстро. Вот это я понимаю, нормальный слайм ранчер. Ой, он саблезубый. Серьезно. Саблезубый ларга. Ух ты, это что такое? Что-то очень странное. Мне, кстати, вас даже нечем закормить. Я кукодоба, кажется, нашел. Вон она там растет. Да, еще и вопрос. Ой, вот одна. Кукодоба. Только сумасшедшему придет в голову собирать эту штуку. Конечно же. Огден у нас реально сумасшедший какой-то. Ой-ой-ой. Это саблезубый хищный ларга. Что тут так много хищников-то? Хорошо, что я купил блок жизни МК-2. Я уже пипец запутываюсь. Слишком хардкорно все. Отдайте мне кукодобу. И все, отстаньте от меня. Что это за штука? Так. В нее кукодобу бросать не надо. Нет. Эта штука так не работает. И что-то другое, видимо, надо. Я не знаю, что вы можете про это написать в комментариях. Но я не знаю. Так, я что-то нашел. Комод грязи саблезубого слайма. О, вот вам игрушка. Играйтесь. Так, много саблезубых слаймов. Но конкретно, как обычный слайм, нету такого. Но я не понимаю, что это за штуки. А вообще, кукодоба, это что? Фрукт или овощ? Это фрукты. Это предпочитает Огден Ортис. То есть, его никто не хочет есть, кроме Огдена Ортиса. Да уж, ты у нас гурман, как я вижу. И ради такого фрукта, ты заставляешь меня идти по таким вот дебрям, где я могу легко умереть. Причем, я уже чуть было не умер. Ух ты, портал домой. Круто. Ладно, погнали домой, хватит уже. Бегать, прыгать, доскакать. Два, три. А, вот он дает нам какие-то кубики. Пикантный тофу. Полностью сыт не будешь. Такс, и что это у нас такое, интересно мне знать? Его никто не предпочитает. Это пикантный тофу, сделан по секретному рецепту Ортиса. Легкий и нежный. С тонкой пикантной ноткой. Его обожают все слаймы. Даже если ни один из них не называет его своей любимой едой. Как ты такую штуку сделал? Признавайся. Такс, все, я хочу домой. Вот, все, я дома, да? Да, сколько уже времени прошло. Реально много, я весь день на это потратил. Давай проверим. Нравится ли это нашим радужным слаймам? Так, скушайте. И они по одному плорту какают. Ну и ладно. Ешьте свой пикантный тофу. Он все равно нафиг не нужен, отойдем отсюда. Ой, смотрите. Наш бур закончил работать. Он танцует, поглядите-ка. Давайте его активируем. Ух ты. Желеобразный камень. Мы его видели в руинах. Окей, бур для начинающих это херотень какая-то. Которая нам не нужна. Предлагаю сделать что-то новое. Насос для начинающих. Пасека для начинающих. Ну окей. Возьмем и сделаем насос и пасеку. Вместе. Позволяет тебе откачивать подземные ресурсы. Так, с мяуровой плорт и бабах плорт. Окей, тогда погнали, сходим за плортами по-быренькому. Ну вот и все. Понасобирал я довольно много плортов. Сейчас мы их засунем в нашу машину. И тогда уже поставим насос для начинающих. Насос для начинающих мы можем сделать. И пасеку для начинающих мы не можем. Блин, на фосфорных слаймов не разводил. Ой, ладно, тогда не будем этим сейчас заниматься. Пойдем мы просто поставим наш насос. Ты ставишься. И ты будешь довольно долго работать. Целых 11 минут. Не, нормально. Сейчас мы тогда пойдем поспим. И выполним одно задание. Если оно там, конечно же, есть. То Равест или Виктор. Ну давайте Виктора возьмем. Ой, 5 квантовых слаймов и 10 медовых. Ох, сложная задача. Зато будет морковка серебристая. Все, побежали. Надо выполнить это задание. В общем-то, все идет даже очень хорошо. Блин, а теперь нам надо идти в руины. Это очень далеко. Ладно, сейчас магическим перемещением. Мы уже будем именно там, где нам нужно. Нам надо 5 квантовых слаймов. Это немного, но и немало тоже. Такс, иди ко мне. О, я вижу красное эхо. Да ладно, я его ни разу не видел. Такс, иди ко мне. Вот. Все. Теперь у нас все виды эха есть. О, закровищница. Уже хорошо. Открываем ее. И здесь у нас будет... Вау. Лужайка зеленеющей травы. Зачем это нам надо? Рин его знает. Ну вот и все. Я наконец-таки добежал до портала домой. И сделка вот-вот будет завершена. А вот и все. Голубой телепорт, доступен новый эскиз. Ну блин, сколько телепортов-то всяких. А чем отличается голубой телепорт от серого телепорта и от розового телепорта? Ну вы прикалываетесь надо мной. Пастернак серебряный. Это новый вид морковки. Такс. Огден, ты нам нужен. Ай, ну блин, ну мне лень. Все, в следующей серии этим займемся. Насос закончил свою работу. Опа. Ох, ты ж, наконец-таки я получил что-то крутое. Про нефть. Это добро до-до-доисторическое. Специальный пар. Если поищешь, тебя ждет приятный сюрприз. Ловушка города для начинающих. Это более интереснее. Но этим мы займемся уже в следующей серии.